И это космос, ребята. Да ладно. Абсолютно. Привет, я Листина, и сейчас я вам расскажу, как выглядели Дэйли. Мы увеличили оборот на 45%. Я хочу дизайн, вот, от Лены Петреску, и не важно, сколько это стоит. Полтора месяца, я понимаю, что ничего не меняется, не держи обиды, потому что это бизнес. Проблема нашего Антона и нашей Тани, почему их не хотят покупать дороже? Я решила передать салон в управление. Активно приближаемся к финалу. Один из самых главных инсайдов – это не бояться. Либо работай над своим именем, либо будь дешевым. Выбирайте сами. Оказывается, мы не хотим быть бизнесменами, мы хотим быть ремесленниками. Мы повысили средний счет на 30%. Вы можете посмотреть этот выпуск и написать офигенный комментарий. И затем напишу, что вы выиграли билетик на эту зажигалку пати. Всем привет, друзья! Ну что, у нас с вами снова новый выпуск. И, конечно, в этот раз всем интересно, кто же из героев у нас будет. Сегодня к нам снова прилетела Юстина. В принципе, прилетела уже в последний раз в рамках программы. Потому что, как вы помните, каждый участник нашего бизнес-шоу имеет возможность заявиться в пяти эфирах, в течение которых мы должны посмотреть на его историю, помочь ему посмотреть на себя со стороны, что-то поменять, а иногда сделать существенные глобальные перемены. Как вы помните, Юстина пришла к нам с запросом того, что у нее есть салон красоты, который приносит, скажем так, даже не приносит деньги, который находится в жестком минусе. И ее задача была наладить процессы, подумать, что можно улучшить, ну и, в общем-то, зарядиться. Потому что сама по себе Юстина достаточно огненная девушка, но, как известно, хорошо, когда у тебя есть команда, когда у тебя есть банда, когда у тебя есть люди, которые могут тебя подтолкнуть, чем мы и занялись. И сегодня мы узнаем у Юстины, как, в общем-то, прошло то время, которое она провела с нами в компании, с Сергеем, со мной, конечно же, с вами, потому что вы активно комментировали, активно рекомендовали, активно советовали. И мы посмотрим, что изменилось в ее бизнесе, каким-то образом поменялись ли цифры, и самое главное, какие решения она приняла на будущее, ведь сейчас заканчиваются только эфиры, но, собственно, все остальное только начинается. Поэтому, я думаю, сегодня будет интересный эфир, тем более, что Юстина каждый раз делает какие-то прорывы, и сегодняшний день не будет исключением. Так что оставайтесь с нами до конца и смотрите, смотрите, смотрите. А я пошла навстречу к Юстине. О, какие женщины в купальниках. Так, ну что, поскольку отдых нам не грозит, мы все работаем. Как ты отошла после встречи с Андреем? С трудом. Я летела домой, мне кажется, первый раз ничего не писала. Я вспоминала разговор, я, может быть, какие-то фразы записывала, но так глобально у меня не было такого мозговорота, как это происходило обычно. Я пролетела домой, и у меня было, честно скажу, два дня состояния полнейшего опустошения. Потому что два момента. Первое, с одной стороны, человек с глобальной энергетикой, который себя просто выносит на раз-два. Во-вторых, я пыталась понять, чем мне конкретно это может быть полезно. То есть я понимала, в общем, чем мне было полезно это встречать. Что же делать? Но что конкретно взять, учитывая, что все равно это опыт мастера, который открыл свой салон, а не человека со стороны, который открывает салон и набирает туда мастеров. Пыталась выцепить зерно, а потом я поговорила с мастерами. То есть это была очень хорошая история в плане того, что я просто вызывала каждую девочку по одной. Потому что до этого мы еще с вами обсудили о том, что новая система, как будем работать, что будем делать, казнить нельзя помиловать. Вызывала каждую на разговор. Причем на разговор не серий, ну что ты думаешь, как мы будем жить дальше. Нет, я просто с каждой, наверное, по часу, может быть, чуть меньше, чуть больше с кем-то, просто, можно сказать, душевно общалась. Потому что у них происходит внутри. Потому что что у них происходит снаружи, я вижу, я понимаю, что у них происходит в салоне. Но что происходит внутри, что происходит в жизни каждой из них, что происходит в голове, когда она работает с клиентом, что она в принципе здесь видит для себя или не видит для себя, что ей хочется изменить, что ей хочется оставить. То есть был такой, я, наверное, неделю просто общалась с каждой из девочек. по ногтям, по волосам, неважно, то есть вот с каждым мастером, потом я села, собрала себя в кучу, собрала вот это вот все в кучу и поняла, как мне их не мотивировать нематериально, не поняла. У каждого свое, у кого-то это потребность в общении, да, то есть они приходят в том числе и пообщаться, у кого-то это, причем очень ярко выраженная потребность в комфортном коллективе, у кого-то это ярко выраженная потребность в каком-то интересном, насыщенном времяпрепровождении, то есть понятно, что корпоративные мероприятия проводятся не для того, что мы все дружно потусили и сказали, эй, мы классные, нет, есть вполне конкретные цели, и все мероприятия, которые я делала, я делала, понимая это, но сейчас я просто понимаю, что может быть нужно чуть-чуть сделать их чаще, не сильно, но чуть-чуть, потому что в целом это важно. Кому-то действительно очень важно саморазвитие, участие в конкурсах, профессиональный рост в плане мастера, кому-то очень важно рост в плане профессиональном как преподавателя, тоже есть такие девочки, причем в принципе их уровень мастерства позволяет хотя бы базовые основы уже преподавать, то есть у всех разные на самом деле, то есть там девочки совсем разными тараканами и не только в головах, просто разговор с Андреем мне очень помог тем, что я просто собрала всех их тараканов, грубо говоря, по одной штучке себе, вот так вот достала, разложила и поняла, как вот со всем этим существовать и как мне их всех не построить, но хотя бы приручить немножечко и понимать, как сделать так, чтобы мы все шли в одном направлении, пусть не в ногу, но хотя бы в одном направлении, и это уже будет хорошо, и для творческого коллектива, я считаю, что победа, а потом были две недели такого очень динамичного темпа, прям скажем, и в принципе я вот сейчас могу подвести наши итоги, да, двух с половиной месяцев, и это космос, ребята, абсолютно, давайте начнем с того, что мы увеличили оборот на 45%, при том, что лето в салонах почему-то считается убыточным, ну, то есть не убыточным, а затишьем, да, не сезон, не сезон, может потому, что мы так плохо работали до этого, но мы увеличили оборот на 45%, мы увеличили клиентскую базу в два раза, ну, да, я там просто еще параллельно за все время, что я к вам ездила, у меня приходили какие-то мысли, я потестила пару-тройку инструментов, которые сама придумала или позаимствовала из международных кейсов, вообще очень бюджетные, но все-таки, и они сработали, я даже записала себе, что еще мы сделали в цифрах, давай, мы повысили средний чек, мы очень аккуратненько привели к этому клиенту, что мы повысили средний чек на 30%, то есть, грубо говоря, было там 2 примерно, стало чуть больше 3, причем частично мы повысили это за счет увеличения стоимости, а частично мы повысили это за счет расширения услуг, и при этом, даже не то, что расширение, а до продажи, и это, собственно, тот еще один момент, мы увеличили количество до продаж среди девочек, мы Николай Второй, в три раза, то есть, понятно, что они до этого, в три раза звучит, конечно, очень круто, мы просто до этого, правда, мало это делали, но сейчас они предлагают каждому, они предлагают каждому, и я не знаю, сколько это продлится, возможно, через какое-то время придется искать новые пути, мотивации, скорее всего, но пока это работает. А средний чек 50 долларов, да, сейчас? Ну, чуть больше трех. Ну, это 50 долларов, да. Чуть больше 50, да, в среднем. 50 долларов. Я думаю, что, знаешь, дальше дело даже не в том, что их придется мотивировать, они, скорее всего, к этому привыкнут, потому что вот этот момент, я тоже его замечаю, что людям всегда что-то сложно новое, ну, как бы принять, да, как любую привычку выработать, там, утром вставать и отжиматься. Но когда ты это постоянно делаешь, то потом, в принципе, это уже становится частью, они уже по-другому не смогут, поэтому я думаю, что за это даже волноваться не стоит. Я уже не могу без твоей зарядки утром, ты меня будешь ей каждое утро. А ты о моих эротических выдохах. Я делаю каждое утро вакуум живота 40 раз. Вот, ты занимает порядка 15-20 минут, ну да, это громко. Вот, и Сережу весь время говорит, ты меня будешь этими, я же в своей ванной это делаю. Вот, ну, в общем, я пыталась уходить в детскую ванную, но Сергей сказал, что это так эротично, что теперь я радуюсь своего мужа эрочкой каждое утро. Привет, я Естина, и сейчас я вам расскажу, как выглядели Дэйли. Здесь у нас замечательная зона ожидания, большое уютное кресло, все для клиента. Здесь находится стойка ресепшн, именно здесь наши приветливые администраторы встречают клиентов, гостей, угощают их в чай, вкачают кофе и приглашают дальше. Высокие барные стулья, то, что очень нравится нашим клиентам. Здесь у нас зал маньяжа и крючосов. Обязательно раковина, чтобы мы могли вымыть вам голову. И именно за этими прекрасными креслами наши гости получают услуги по укладке и макияжу. Горкала, много света, много простора, большие окна. Все для того, чтобы было бы нам и очень комфортно работать. Пойдем дальше? Дальше. Ну, помимо того, что мы увеличили клиентскую базу, я все-таки переработала систему работы с клиентской базой. Я опять же сейчас подытоживаю, я в каких-то выпусках предыдущих уже говорила об этом. Но прописались четкие скрипты, переданы администраторам и проверяется, контролируется, как эту базу мы греем. Причем для каждого клиента, пока их еще не миллион, мы там более-менее по выборке подбираем какие-то свои предложения. Ну, как совсем свои, да? Есть 5-6 видов предложений, которые мы можем сделать 5-6 категориям клиентов. Вот мы их и делаем. Сегментировали базу. Причем кому-то мы делаем в смс-рассылки, потому что им так реально удобнее. Кому-то мы делаем в звонках, кому-то мы делаем в имейл-рассылки. Причем это тоже пока вот мы собирали, проверяли базу, понимали, кто у нас на каком состоянии. Кто, может быть, остался категорически недоволен, промолчал, им этот момент потеряли. Кто-то просто ненужный ему сейчас, кто-то просто забыл. Пока мы это все проверяли, мы выявили, какое средство связи клиентам удобно. Поставили себе пометочку в базе, и все. И теперь это работает администратор любой. Вне зависимости, работала она до этого, новенькая это администратор, замещающая пока основная в отпуске. Она открывает базу, и у нее просто от А до Я прописано все. Что делать, кому что отправить, какое предложение, каким образом, и когда спросить, понравилось, не понравилось, придете, не подведете, а лучше записать. Круто. То есть все это сделали. Дальше мы задействовали, как я уже говорила, свободные метры. Пусть еще не на 100%, но мы к этому идем. То есть наше пространство стало работать эффективнее. Упорядочила работу с персоналом после нашей особенно последней встречи. А пришлось кого-то уволить? Пока мы поговорили с одной девочкой, которую собирались расставаться. Она сказала, что я ее не так поняла, и вообще все. Игроки, и ты на испытательном сроке полтора месяца. Полтора месяца дальше, если я понимаю, что ничего не меняется, то извини, но не держи обиды, потому что это бизнес. Она такая, да, пока старается. Посмотрим. Но я так понимаю, что она ничего не рассказала в коллективе, о чем мы разговаривали. Но девочки видят, что она начала продавать. И это сработало лучше, чем если бы я ее просто уволила. Не знаю. Это прекрасно. Ну, замечательно, знаешь, очень классно, когда создается такая среда, в которой человек как бы принимает решение, что, ну, знаешь, это же бунт внутри себя чаще всего человек переживает. Бывает такое, что человек вроде как и нормальный, но вот он ему самому, знаешь, вот как-то для себя. Вот поэтому он принимает такое решение, что он все-таки хочет оставаться в этом коллективе. Значит, это говорит о том, что у тебя хороший коллектив, ты хороший руководитель, если человек все-таки понимает, что с тобой ему, лучше ему самому поменяться, остаться с тобой, чем остаться без тебя. Хочется верить. Ну, я думаю, что так и есть. Ну, далее, естественно, я все-таки, как мне кажется, на данный момент практически наладила работу с блогерами. То есть есть такая мини-команда, которая кто-то отбирает блогеров, присылает мне на согласование, кто-то с ними уже ведет переговоры, просто присылает мне итог, дальше администраторы их приглашают по скрипту, и дальше я просто вижу контент. То есть у нас два сразу тут пункта мы убиваем, как я и говорила. С одной стороны, мы генерируем контент красивый, тот, который нам нужен, а с другой стороны, мы светимся в тех аккаунтах, которые нужны. Конечно, мы пока до миллионников не доросли. И то, что там в комментариях писали, поработаете с Викторией Портфолио и так далее. Я бы с радостью, вот я бы с радостью, но давайте будем реалистами. А вы пробовали им писать? Да. Она даже не прочитала, и у нее нет никаких контактов. Я пока ищу выходы через своих каких-то знакомых, потому что Питер – это все равно большая деревня. Абсолютно правильно говоришь, да. Поэтому я думаю, что это все еще сработает. Просто не сейчас, значит, не время. Значит, давайте двигаться по ступенькам. Ну, маловероятно, что мы можем прыгнуть с единички на сотку сразу. Хотелось бы, но… Надо, ты знаешь, надо всегда пытаться. Я вот много раз тоже с этим сталкивалась, что думаешь, что ты прыгаешь на сотку, потом оказывается, что ты прыгаешь на сотку, но и ты не единичка. Знаешь, бывает, людям нравится, видели, знают и так далее. По крайней мере, то, что ты сказала, что вы пробуете, это уже классно, потому что многие так сильно боятся, что даже не пытаются попробовать, а на самом деле, ну, как бы, все не так страшно. Поэтому, ну, двигайтесь замечательно. Нужно все время пробивать какие-то двери, тем более, если у вас классный салон, а он у вас классный, то им должно быть за счастье. И неважно, миллионники у них, 10 миллионников. Вы – это счастье. Один из самых главных инсайтов – это не бояться. Ну, то есть, за спрос-то денег не берут, что мне по голове даст? Вряд ли. Самое плохое, что тебе… Максимум, она сделает так. Нет, неинтересно. От меня не убудет. Абсолютно. Потому что у нас обслуживаются блогеры-миллионники, но мы как-то удачно на них вышли, еще когда мы были вообще никем, мы открылись две недели как. Поэтому я думаю, что это все сработает, просто… Нет, ты знаешь, вот мне тоже часто пишут… Я приняла эту ситуацию, скажем так. Часто пишут какие-то компании, люди, и я иногда с удовольствием соглашаюсь, потому что я, например, о них слышала, знаю, да, или просто смотрю, у них классные услуги. А они просто боялись написать. То есть блогер же – это человек прежде всего, и он, если мы говорим о бартерных отношениях, он всегда смотрит на то, чтобы ему это в первую очередь было интересно, да, то есть неважно, там, у тебя маленький салон или большой салон, или что-то у тебя, просто мне, если мне это нравится и нужно, супер. Вот, вот и все. А почему вы улыбаетесь, Сергей? Вы видели какую-то брюнетку шоколадную в купальнике? Друзья, я решила воспользоваться возможностью и ответить вам на вопрос, который уже повсюду звучит. Что же это такое, Ольга? Вот вы говорите о том, что нужно продавать свои услуги дорого, поднимать ценники, и в то же время всех возмутило то, что я сказала, что работа рабочего там в течение дня стоит 500 гривен. Вы знаете, хотела бы на этом очень сильно сосредоточиться, потому что это ситуация, которая касается и многих участников, которые к нам приходят в шоу, и к которым мы говорим, что надо поднимать стоимость, и, естественно, другой стороны медали, когда мы хотим все купить подешевле. Рассказываю вам очень простую вещь, которую вы должны для себя понять. Я очень часто произношу вслух такое слово, как бренд, работа над брендом. Многим это непонятно или непонятно, как над этим работать, ведь это занимает время, ведь это занимает деньги, потому что нужно делать этот брендинг, потому что брендинг – это не логотип или то, как вы себя назвали, а это то, каким образом вы себя позиционируете, ваша идеология, то, каким образом вы транслируете это все дело, то, как вы упаковываетесь, то, как вы себя подаете там как вы называетесь где вы участвуете что вас пишут что вас говорят другие все это имеет к этому отношения так вот многие считают что ну зачем казалось бы этим заниматься да вот этим всем брендингом ведь это долго это достаточно дорого и не до конца понятно зачем это делать когда можно просто брать да вот например наш герой антон братья просто продавать свои кухни да или там кто-то может просто брать и красить или можно просто делать дизайн как вы видите например проблема нашего антона и нашей тани почему их не хотят покупать дороже потому что люди не видят ценности а что же такое ценность ценность это как раз то в чем фокусируется вот этот вот момент бренда момент того в чем вот вы отличаетесь от других чем ваш фарш то что вы постоянно транслируете другим людям вот это вот непонятка для многих которая в итоге становится а кто это это какая-то компания да мы будем у них покупать почему мы будем у них покупать для меня одним из таких очень ярких примеров всегда является виктория секрет которые продают банальные лифчики трусы и купальники сколько компаний на рынке особенно девочки это знают которые продают то же самое огромное количество которые продают то же самое по цене в два раза ниже огромное количество но в то же время виктория секретс была есть и остается брендом почему они тратят колоссальные деньги на свои магазины на свое позиционирование их белье рекламируют самые дорогие модели мира мало того модели которые становятся моделями виктория секретс еще автоматически становятся дороже да не называются там ангелами и вот понимаете это все не просто так над этим всем необходимо работать поэтому если сегодня вы просто делаете ремонт вы работяга вы не ждите что вам будет кто-то платить больше чем та стоимость которая есть на рынке никто не будет потому что у вас нету ответа на вопрос почему почему вы потому что у вас нету нормального сайта у вас не было нормальных клиентов у вас нету нормальных отзывов вас нету какого-то сверх сервиса который в принципе не сложно делать учитывая тот фактор что сервиса в ремонтной сфере практически нету вообще никакого потому что всегда грязные умывальники грязные рабочие без формы рабочие которые постоянно болеют и которые уходят загулы в запои или в другие вещи в которые нам не интересно разбираться каким образом вы можете стоить дороже да никаким поэтому обязательно если вы хотите стоить дороже если вы хотите чтобы покупали у вас а не у кого-то другого чтобы ваши трусы не сравнивали по швам или по расцветкам а говорили кто вы а я хочу эти трусы сколько стоят да неважно все любая девочка попадая в страну если вы живете вот в украине например нет официальных магазинов victoria secrets поэтому любая девочка из украины как только поступает там перешагивая это аэропорт где в дьютике есть victoria secrets или прилетает в любую страну где из victoria secrets туда бежит с удовольствием бежит отписка ах victoria secrets хотя и по сути не нужны на хрен никакие трусы но уважающая себя женщина не может выйти из victoria secrets без пакетика то есть понимаете бренд это такое сверх явление и поэтому надо вкладывать в это деньги поэтому когда мы говорим вам же тоже не нравится да когда мы говорим татьяна подними ценник вы говорите а с какого она поднимет ценник чем она отличается вот бренд это и есть ответ на вопрос чем вы отличаетесь и здесь недостаточно придумать себе какую-то уникальность здесь очень важно этому соответствовать по-настоящему и это требует времени поэтому бренд это то во что нужно вкладывать инвестировать свое время и свои деньги и тогда спустя какое-то количество времени в зависимости от того как сложится обстоятельства насколько удачно у вас все пойдет вот этот самый бренд и начнет приносить вам деньги теперь уже имя начнет работать на вас и теперь люди не будут спрашивать сколько стоит у вас дизайн они будут говорить я хочу дизайн вот отлой на петреску и неважно сколько это стоит люди не будут спрашивать кухня сколько там у вас стоит квадратный метр они будут говорить блин у антона офигенные кухни да там у такого-то бренда я хочу работать с ним потому что даже объяснять это вслух не нужно да перестань они будут говорить просто закажи у него и ты никогда не пожалеешь это же офигенно вот к чему мы И до тех пор, пока вы этому не соответствуете, не ждите, что вам будут платить те гонорары, которые вы сегодня запрашиваете, не ждите, что не будут с вами торговаться, и не будут вас уминать в цене, и не будут, главный вопрос, который вам не будут задавать, это стоимость. Потому что, когда мы покупаем бренд, мы хотим купить бренд. Когда у нас нет денег на бренд, мы спрашиваем, сколько это стоит для того, чтобы купить оптимальное предложение по самой низкой цене. Справедливо это нет, вот судите сами. Вот именно этим, в общем-то, и обязаны те мои слова, которые я говорю, что, конечно, пока ты просто рабочий, я буду покупать тебе ниже принтуса. Либо работай над своим именем, либо будь дешевым. Выбирайте сами. Слушай, ну все-таки до точки безубыточности тебе далеко еще? Скажи, у меня тут еще три пункта. Хорошо, давай. Это я на сладкое ставлю. Дальше я все-таки немножечко систематизировала свое расписание, перестала хвататься за все, то есть я упорядочила у себя в голове работу, я поняла, на что мне хватает времени, на что мне не хватает времени, и, как раньше было, все срочное, важное нельзя делегировать. Ну, когда ты себя ставишь перед фактом, что вот из этого срочного, важного нельзя делегировать, все равно что-то должно быть несрочное, неважное, можно делегировать, ты как-то находишь это. И таким образом я смогла наладить регулярные встречи именно по партнерским соглашениям, как я и говорила еще в прошлом визите. Да, то есть то, что важно для себя. У нас это работает, и сейчас это получается примерно одна неделя, один новый партнер, но при этом, как мы и обсуждали, один партнер, одна сфера, то есть мы пересекаем. Да, больше стала делать аналитики, стала делать еженедельную аналитику, именно не только общую, да, там по цифрам, по клиентам, по чекам, стала анализировать акции глубже, что работает, что не работает, почему не работает, почему работает, на что сделать упор, потому что каждый месяц мы все равно их меняем, да, в зависимости от сезона, в зависимости от того, какая аудитория у нас сейчас в городе, что понятно, что мамочки в августе в 90% уезжают на море на дачу с детьми, соответственно, нужно немножечко переквалифицироваться. Одним из пунктов нематериальной мотивации с возможной прибылью для салона, ну и возможной точной прибылью и, главное, портфорийностью для салона, мы сейчас с одним из мастеров, который этого очень хотела, разрабатываем курс по обучению, где она будет преподавать разных направлений, и еще с одним мастером обсуждаем, как она себе этот курс видит, то есть, если первая уже прямо четко видит, она его уже прописывает, и я понимаю, чем я могу ей помочь, и что мы можем снять, что мы можем подготовить, то вторая еще обдумывает, но я решила ее не терапить, я говорю, ну давай, когда зреешь, ты приходи, мы сделаем. Просто для себя реши, что ты готова, что ты это потянешь, и что ты не перегоришь посередине пути. Вот, поэтому, мне кажется, тоже хорошая история, опять же, это история с заполнением времени, когда у нас, грубо говоря, в середине дня, да, или еще по каким-то часам меньше клиентов. Обучение, это тоже хорошо. Особенно тот факт, что это может быть онлайн-курс, это может быть оффлайн-курс, это может быть индивидуальное обучение, там очень много вариантов. И, собственно, основного вопроса, мы, сразу скажу, мы не вышли в ноль. Странно было бы ожидать, что мы выйдем в ноль, но мы сократили его в три раза. То есть, теперь обыдок 100, да? Теперь, да. То есть, за ее минус было минус 100, и... Осталось чуть-чуть совсем, да? Я не могу сказать, что... Я не верила, я всегда верю в чудеса, но я поняла, что просто нужно больше работать, профессионально работать, и тогда да. И, собственно, из-за этого следует еще один из сайтов. Я пересмотрела все еще раз, все свое расписание, все посмотрела, все настроила, и решила взять профессионального управленца. Я поняла, что раз уж все равно минус, я знаю, сколько стоит профессиональный управленец на этот салон, я поняла, что мне этот человек нужен, и я решила передать салон в управление. Ну, то есть, не совсем на 100% пока, но мне кажется, что это поможет быстрее выйти из минуса, это поможет лучше загрузить девочек работой. Я буду продолжать работать над вот всем тем, что я им обещала, но лучше я буду вкладывать деньги не в то, что я буду закрывать дыры в салоне и разбиваться на все части, а я возьму профессиональную управленческую команду, которая занимается и зарабатывает деньги тем, что выводит салоны на рынок. Вот такой инсайд за 20 минут. Ну, зато ты теперь будешь очень четко понимать, что они будут делать, эти люди. Ну, мне кажется, это честно. Да. Ну, мне очень хочется, наверное, тебя пригласить месяца через три в программу, поговорить о том, что, потому что, ну, интересно в динамике все-таки, да, увидеть о том, что будет происходить дальше. Вот, меня радует то, что ты включилась, как бы, в процесс, я думаю, что мы помогли тебе немножечко перелетами. Вот, помогли тебе включиться, подумать, посмотреть немножечко со стороны на какие-то вещи, потому что мы очень часто в своем бизнесе засыпаем где-то, где-то опускаются руки, где-то не совсем понятно, что делать, как бы встряхнуться нужно. И мне кажется, что ты, в принципе, в правильном направлении сейчас пошла. Не могу ничего сказать, у меня не было никогда опыта с управленческими компаниями, да, и не знаю. То есть, это будет интересно мне послушать, да, как это будет. У нас опыт был с людьми, которых мы нанимали управлять нашим бизнесом, он у нас не получился. Ну, это не были профессиональные люди, мы, например, для себя с Сергеем, ну, мы вообще очень много выводов сделали в течение этого года, вот, и в связи с тем, что мы продали пинг-бар, и люди говорят, что, ну, там, начали мне писать, что вот, мол, неуспешный бизнес, вы там от него избавились. Я могу сказать, что любой бизнес абсолютно может быть успешным при нескольких вещах. Первое, это условие, это то, что, ну, он тебе должен реально очень сильно нравиться, вот, то, что ты там делаешь, вот. И второе, это то, что у тебя хватит терпения, да, ну, и, соответственно, силы воли, работоспособности и средства генерирования, да, и средства. А для этого он должен сильно нравиться. Он для этого должен очень сильно нравиться. И мы, например, пинг-бар за год, я считаю, что ни одна цветочная компания на рынке, если брать по масштабам пинг-бара, да, не сделала того, что мы сделали за год. И то, что мы смогли его вывести при всех своих, например, сумасшедших вложениях в маркетинговый отдел, который мы создали, да, то, что мы его смогли вывести в точку безубыточности, это вообще какая-то фантастика, учитывая то, что у нас было. Вот. И люди, которые не занимаются бизнесом, ну, им кажется, что открыть бизнес, и через месяц ты должен быть прибыльным, да, это успешный бизнес. А вот если ты как бы его за год-то не сделал суперкрутым, то значит он как бы неуспешный. Мы хотели открыть много магазинов, много франчайзинга, а потом мы-то и франчайзинг перестали активно продавать, когда мы вообще ощутили весь ужас того, с каким количеством людей нам придется общаться. Потому что каждый человек вообще, да, вот работа с клиентом непосредственно, это, конечно, кошмар. Потому что тебе нужно с ним согласовать, он должен остаться доволен, а он не такой, как тебе хочется, он не так все воспринимает, да, то есть это ужасно, ну, для нас лично. И вот мы, например, для себя осознали, что это не наша модель. Точно так же, как не наша модель, мы много раз тоже считали, что мы хотим перейти в такую модель, где есть управленцы, где есть кто кем управляет. Это опять-таки одна из причин появления пинг-бара и других проектов, которые мы пробовали запускать. То есть нам казалось, что мы хотим быть на островах и иметь людей, но только своим мозгом работать, понимаешь, а чтобы кто-то был, кто управлял, кто контролировал. И вот буквально перед продажей пинг-бара, это послужило причиной одной из, когда мы вдруг сели, честно поговорили и поняли, что, во-первых, мы не хотим управленцев, нам нравится управлять самим. Во-вторых, мы не хотим много людей, много подразделений, ассилиалов, компаний, знаешь. Вообще физических товаров каких-то. Физических товаров, что нам нравится быть, оказывается, сейчас будет откровение для всех, да, что, оказывается, мы не хотим быть бизнесменами, мы хотим быть ремесленниками. То есть то, от чего мы бежали, мы, оказывается, хотим этими людьми быть, но для этого нам нужно было пройти вот такую, знаешь, большую петлю, пооткрывать, попробовать, позапускать, совершить, ведь ни один человек даже не догадывается, какую мы работу провели за прошлый год и что мы вообще создали. То есть мы создали мини-завод, который, в принципе, мог открывать, ну, то есть мы сделали все, представь себе, мы изготовили все инструменты для того, чтобы мы могли это открывать. Бесконечного масштабирования. То есть так как прописан наш бизнес, у нас прописано все, у нас отработан каждый процесс. Все оцифровано. Все оцифровано, у нас свои CRM-системы, то есть у нас под цветочный бизнес просто был комбайн. И вот знаешь, когда мы прошли эту петлю, мы вдруг поняли, что мы всего этого не хотим. То есть это было уже не так страшно признать, потому что мы уже научились быть собой откровенными, но это было смешно. Потому что мы подумали, блин, какого хрена мы потратили столько денег, столько времени, а оказывается, знаешь, это как мы развелись, пошли, пообщались со всем миром и вдруг поняли, что самые лучшие партнеры это мы друг с другом. Я говорю это тебе к чему? К тому, что мне будет очень интересно посмотреть на тебя через несколько месяцев, на твой этот опыт, потому что вполне возможно, что сейчас, передав все это компании этой, во-первых, не знаю, как они будут этим управлять, и ты не знаешь. А во-вторых, не знаю, что ты будешь при этом чувствовать. Вполне возможно, что в какой-то момент ты так же, как и мы, осознаешь, например, что нет никого лучше для твоего бизнеса, нежели чем ты сама. Вот этого никто не знает, и так или иначе, бизнес это приключение всегда, и ты в этом приключении получаешь опыт, это самое ценное, что есть. И чтобы мы не предполагали в своей голове, только переживая его, находясь внутри, мы можем выйти потом и честно или нечестно сказать. Вот мне, например, не то, что хватает смелости, то есть для меня это очень прикольно было. Я сейчас вот абсолютно откровенно говорю, что мы вдруг поняли, что нам нравится во всем вариться, и больше я на данный момент дала Сергею обещание, он мне, что у нас никогда не будет никакого управленца, высшестоящего звена, что у нас никогда не будет больше 10 сотрудников компании или сотрудников, чьи имена мы не будем знать. Вот, хотя раньше я об этом мечтала, я это очень хотела. И я поняла, что я не хочу строить компанию, которая будет управлять моей детьми, и она будет на 100 лет. Я хочу жить, заниматься любимым делом, ровно столько, пока я не умру, а жить я буду долго. Вот, и пусть мои дети занимаются другим. Здесь у нас зал маникюра и педикюра, большая маникюрная линия, педикюрные кресла и обязательно наш большой вместительный шкаф, как стойка разделения маникюрной и педикюрной зоны, для того, чтобы ни клиенты между собой не пересекались, ни мастера другу не мешали. Обязательная зона стерилизации и дезинфекции и туалет с большим количеством зеркал, потому что все девочки любят зеркал и, конечно же, много-много света. И одна из финальных зон в нашем салоне – это кабинет для депиляции и наращивания лестниц. Пушетка, полностью оборудованное пространство, лампы косметолога, воски, словом, все здесь. Естественно, все это закрывается, чтобы клиенты чувствовали себя уютно, комфортно и безопасно. Собственно, это вся наша основная зона дейля. Мне кажется, мы очень часто сталкиваемся с такой штукой, знаете, мы берем то, что нам рассказали другие. Мы послушали чей-то тренинг или впечатлили с чьей-то историей. И нам кажется, вау, это классно, мы так загорелись, я тоже хочу построить такой бизнес. Цель на 100 лет, да, мне нужна цель на 100 лет. А нахрена мне цель на 100 лет, если в моей стране происходит, я даже не знаю, через 10 лет эта страна будет называться Украиной или как-то по-другому. Где буду жить я, как я буду выглядеть, ничего не знаю, понимаешь. И по сути, самое ценное, что я могу делать, это сегодня реализовываться, делать сегодня то, что я хочу. И поэтому важно, и вам всем говорю, если сегодня вы хотите не то, чего вы хотели вчера, вы передумали, не бойтесь этого признавать. Поэтому то, что ты хочешь сейчас, это к этому пришло в течение этих двух с половиной месяцев, это классно. Но если послезавтра ты передумаешь, то пусть тебя ничего не останавливает. И все-таки помни о том, найди ответы, скажем так, для себя на вопрос, что ты хочешь сейчас, кем ты себя сейчас видишь в этой компании, что ты сейчас конкретно хочешь делать. И вот то, как ты решишь, пусть так и будет правильно. И если в какой-то момент это изменится, послезавтра, увольняй нахрен все эти управленческие компании, учись делать маникюр и получай от этого удовольствие. И пусть ты напишешь, что у тебя неудачный бизнес. Какой он удачный или неудачный, определяешь только ты. Я, например, считаю, что у меня не было ни одного неудачного бизнеса, потому что даже от своего детского сервиса аренды у меня осталось 120 шикарных платьев, в которых ходят мои дети. Можно ли назвать 120 платьев в твоем шкафу неудачным бизнесом? Нужно быть полным идиотом. Это то, что я могу сказать. А дальше ты приедешь к нам на вечеринку зажигалка-пати? Да. Я думаю, что уже пройдет месяц с этого времени, пусть не самый позитивный, потому что опять-таки лето, но я думаю, что нам все равно будет что услышать. Возможно, в твоей голове, скорее всего, тоже что-то переключится. Я думаю, что людям будет интересно тебя потрогать, пощупать и тоже с тобой пообщаться на этот счет. У нас, кстати, появляется новая участница. В это воскресенье у нас появится новая участница, ты уже увидишь это после, в которой тоже есть салон красоты. И это будет твой контраст, это будет твой антипод полный. Ты посмотришь, мне будет очень интересно, как будет развиваться эта история. Я тебя прям заинтригую, ничего тебе не расскажу, но салоны красоты бывают разные, хозяйки бывают разные и результаты бывают разные. Но мне очень хочется, чтобы так или иначе у тебя получилось. Самое главное, чтобы сейчас ты помнила о том, что абсолютно все в твоих руках. За это время мы увидели, что ты достаточно целеустремленная, умная, то, что ты можешь идти к своим целям, то, что ты достаточно системный человек. Все, что ты говоришь, это достаточно системно, ты это можешь себе прописывать, регулировать. Поэтому ты просто продолжай идти, и в тот момент, когда тебе будет становиться в очередной раз нелегко, ты помни о том, что легких путей, к сожалению, пока еще мы не нашли. Если мы найдем, мы свистнем и скажем. Поэтому так или иначе... Заклинание волшебное. У тебя есть цель, и к ней нужно идти боком, раком или еще каким-то другим местом. Цель классная, у тебя все есть для того, чтобы победить. И если один способ не подойдет, то обязательно подойдет другой. Если не подойдет другой, то сотый точно подойдет. Поэтому вопрос всегда в бизнесе, он, знаешь, у кого хватит больше упорства, терпения и чья цель будет ярче. Если эта цель твоя настоящая, то ты по-любому победишь. Если не настоящая, меняй на другую. Тоже ничего страшного в этом нет. В конце концов, что самое может быть плохое случиться? Ну, чувак останется без денег. Скажешь ему пожизненно, а буду приходить и делать тебе маникюр и педикюр. Сама. Тоже неплохой абонемент. Так, ну что, ремонт наш медленно, но уверенно продвигается. На самом деле ремонт всегда долго. Я, честно говоря, ожидала, что все будет быстрее, но наша мебель пока готовится. У нас прогрунтованы стены, у нас сейчас красится потолок. И мы решили все-таки с Леной скрывать стенки лаком. Кстати, вот если посмотреть, вообще стены выглядят по-разному. Мне иногда кажется, что когда вот кладут дома кирпичом, то кладут все, что под руку попадается. Пол. Пол, скорее всего, мы будем красить. Не знаю, сегодня Лену еще я не дождалась. Но, в общем-то, нам осталось не так долго, не так много. И я думаю, что к 1 августа у нас уже начнутся какие-то существенные видоизменения, когда мы начнем сюда что-то заносить. Ребят, у нас есть вот нишки в окне, которые мы очень хотим разукрасить. Как-то красивенько, какими-то коляками и маляками. Если у вас есть ручки, которые умеют это делать, будет очень классно, если вы отзоветесь. Ну, а так в целом мы, в общем-то, активно приближаемся к финалу. И я думаю, что 1 августа уже мы покажем что-то более-менее приличное. Ну, а там как получится. Все, не будем мешать. Пошли. У тебя есть какие-то еще сейчас вопросы, пожелания, что-то, что бы ты хотела от нас получить? Ну, кроме микрофона разбитого. На самом деле, я бы хотела оставаться на связи. Естественно. Я понимаю, что при суперзанятом графике, наверное, будет сложно. Оставайся. Но я буду периодически отправлять смс-ки. Что-нибудь, может быть, спрашивать. Что-то легкое. Пиши, конечно, я буду тебе сразу же номер карточки. Пиши, меня всегда очень радует, когда вы двигаетесь. Вы все участники, которые заходят, все-таки вы приобретаете себе возможность. Ну, вы не просто так. Многие считают, что люди приходят, и тут у нас чисто какие-то меркантильные отношения нет. Нам очень интересно. Мы, во-первых, благодарны за то, что вы приходите, доверяете нам. Для нас это ценно и важно. Мы, может быть, об этом редко с Сергеем говорим. Но для нас это как бы очень важный момент, потому что это является частью нашей внутренней потребности. И классно. Было бы гораздо хуже, если бы нам никто не доверял. Во-вторых, конечно же, нам хочется, чтобы у вас получалось. Хочется где-то подбадривать, поддерживать, где-то подсказывать. Потому что есть такие моменты, когда они не очевидны, мы сами это знаем. Наша ценность, Сережа, в том, что мы есть друг у друга. И мы раздупляем друг друга гораздо чаще, чем, может быть, нам бы и хотелось. Мы такие тупые. Почти ежедневно. Почти ежедневно друг друга раздупляем. Поэтому мы тоже у вас есть. И, конечно, ты можешь писать. И все участники могут писать, пользоваться этим. У многих мы замечаем такие моменты, знаешь, голова начинает меняться в мышлении. Мы видим, что кто-то мне пишет там, почему у ваших участников нет результата. Ну, как же нет результата? Мне кажется, у вас потрясающие результаты. И прежде всего они связаны с тем, что ваша голова начинает работать по-другому. Вы начинаете смотреть на ситуацию по-другому. Давай тогда мы договариваемся, что, первое, мы остаемся на связи. Второе, мы тебя ждем на зажигалка пати 16 августа. Покупай, пожалуйста, красивый купальник. Привози роскошные бедра, пышную грудь. А то мужчины говорят, идти нам или не идти на зажигалку пати. Я не знаю, ты собираешься, кстати? Ну, я же тебе купил новый купальник. Нет, я-то знаю, что я в своем новом купальнике приду. А ты придешь? Я приду. А почему? Три причины назови. Чтобы увидеть тебя в новом купальнике. Второе. Чтобы увидеть Истину в новом купальнике. Три причины. Ну, чтобы самому показать новый купальник. Нет, на самом деле, ты, кстати, привози друзей-то из Питера. У нас едет Россия, вот, уже мы знаем, я, кстати, всегда очень благодарна России. Вы такие офигенные ребята, я вас обожаю, потому что вы всегда моя первая поддержка, группа поддержки. Вы всегда приезжаете, вас вообще мало чего волнует, потому что вы любите, хотите, знаете, как у нас классно. Я очень хочу, чтобы у нас это мероприятие стало ежегодным. Мы даже подумали о том, что мы будем вручать там какие-то премии нашим участникам, дабы стимулировать вообще каждый год, собирать, собирать вас все больше и больше. Потому что вы уже особенные люди, вам не все равно, вы хотите меняться, вы готовы менять. Твой подвиг, кстати, ты сподвигла нашу участницу вторую из салона красоты, которая живет в Мариуполе. Ты ее сподвигла приезжать, потому что она сказала, я посмотрела на Естину, и мне стало стыдно. Потому что Естина может прилететь из Питера, а я не могу приехать из Мариуполя. Кстати, я за это время пожалела, что Питер так близко к Киеву, потому что то время, когда ты летишь в самолете, это время, когда до тебя 100% никто не может ни дозвониться, ни дописаться, и до кое-то веки можешь реально просто поработать без одного отвлекающего факта. Я знаю, что нас смотрит Америка, Америка, Австралия, Сибирь, ребята, все сюда. Ну, была Дальний Восток, лететь нормально оттуда. Это самое классное время. Можно еще поехать на поезде, ты не пробовала? Ну, нет, это как-то не ходит комфортный поезд, да, там будут другие слегкающие факторы. Последний раз, когда тебя на поезде высадили, знаешь, оставил неприятный след. Вот если тебя на самолете высадили, было бы гораздо прикольнее. Полез парашютом. Поэтому, ребята, обязательно приезжайте к нам, потому что у нас будет реально классно, интересно, и потому что вообще у нас не собираются плохие люди, наши участники офигенные. Мы тебе желаем удачи, мы тебя ждем 16-го числа, и потом мы тебя всегда ждем. Мы обязательно хотим узнать, что будет происходить дальше. У нас все контакты Юстины есть, обязательно подписывайтесь на нее в соцсетях, следите за ней, поддерживайте ее, подбадривайте. И Питер, конечно, приходите к ней обслуживаться, потому что вы уже сами поняли, что человек, который делает салон с такой душой, с таким подходом, которому не все равно, что думают его мастера, чем они живут, и как сделать так, чтобы им работалось еще лучше, но он не может оказывать плохие услуги априори. Кстати, спасибо огромное за поддержку, потому что мне приходит огромное количество каких-то комментариев в Директ, люди мне пишут в ВКонтакте, в Телеграме, в WhatsApp, везде, и это очень приятно. Ну, не все, конечно, хорошее пишут, но все равно, значит, им не все равно. Каждому нужно самовыразиться. Это хорошо. Абсолютно. Вы хорошие люди, потому что вам не все равно, ребята. Ищите пятна на себе, а не на солнце. А хорошим всегда делитесь. Помните, как в той песенке. Поделись улыбку своей, она к тебе не раз еще вернет. Если бы я была предпринимателем мальчиков, я бы сейчас обязательно навешала бы вам лапши о том, что вы можете достичь такого уровня, что целыми днями можете кататься на качельках, заниматься прочей херней, и деньги будут к вам приходить. Стоит вам всего лишь стать предпринимателем, а я научу вас, как им стать. Но все это, друзья, враки. Ни хрена так не бывает. Для того, чтобы зарабатывать деньги, для того, чтобы растеть, нужно фигачить и херачить. Каждый день. По-другому никак не будет. Вне зависимости от того, станете вы участником нашего бизнес-шоу и заполните анкету, придете к нам и станете лучше, херачить все равно придется. Так что врать я вам не буду, собственно. Но никогда я вам не вру. И вы об этом можете убедиться лично, если придете к нам 16 августа на зажигалка-пати, где мы с вами не только на горочке, не только в бассейне, но еще и за жизнь поговорим. И мы, кстати, с Сергеем приготовили для вас интереснейшую тему и расскажем вам о том, каким образом сегодня сконцентрироваться на главных задачах, выбрать те 10%, которые необходимо делать вам, найти те инструменты, с которыми нужно работать в вашем бизнесе, и не заниматься всей этой фигней, внедряя в свой бизнес все, и при этом умирая старым, бедным, потому что все это сделать невозможно. Я очень надеюсь, что этот выпуск оказался для вас полезным, потому что мы старались. Если вы хотите еще больше промывать свой мозг, и вам нравится то, как вы меняетесь, обязательно подписывайтесь на нашу рассылку о бизнесе, она тоже есть вот здесь, вот внизу, обязательно. Заходите, смотрите там все эти ссылочки, потому что много полезностей для вас есть. Ну, а я в свою очередь продолжаю готовиться к зажигалка-пати, потому что будем вас удивлять, и я очень жду, что вы все туда обязательно попадете. И напоминаю вам о том, что если вы, блин, не заработали, не сложилось у вас еще с баблишком, вы можете посмотреть этот выпуск и написать офигенный комментарий, который я непременно увижу, замечу, и затем напишу, что вы выиграли билетик на эту зажигалку-пати, и мы там увидимся. Кстати, всю информацию о том, кто выигрывает и выиграл уже в предыдущих наших выпусках, когда написал комментарий, вы можете смотреть в разделе сообщества. Все, друзья, скатываться с этой горки не буду, потому что она офигенно горячая, а ради кадров я не готова палить свои роскошные ноги. Зато скажу вам всем покичмоки, и до скорой встречи уже через несколько дней, потому что мы выходим два раза в неделю. Все, люблю, целую, пух.